Наталья Быстрова В общем, актеры из мюзикла «Русалочка» Это мюзикл, который, я не знаю, ну, везде афиши, везде реклама, боже мой И мне кажется, те, кто еще не посмотрел, просто являются самыми несчастными людьми на свете Потому что действительно зрелище потрясающее И это, говорит вам, человек, который видел только ролики Я вам признаюсь, потому что у меня еще все впереди Друзья, масса вопросов, но давайте идти вот как-то в хронологическом порядке Я вас буду мучить от и до И начнем, поэтому, с вопроса от Дарьи, которая спрашивает вас про сам процесс репетирования Как он проходил, и правда ли, что Наташа ездила за границу, чтобы перенять какой-то заграничный опыт Это правда, у меня была такая потрясающая возможность полететь в Нью-Йорк Встретиться с композитором, обладателем «Восьми Оскаров» Алана Менкиным Композитором нашего мюзикла, который приезжал на премьеру И зрители, которые были в зрительном зале, видели его воочию, аплодировали ему Я встречалась с ним, он изъявил желание со мной лично порепетировать Потому что мы с ним уже знакомы, это мое третье свидание с ним И я считаю, что это потрясающая возможность Мне аккомпанировал сам Алан Менкин Я пела для него, он мне какие-то пожелания Сказал, какие-то секреты Подарил мне талисман, небольшой камешек морской, где нарисована русалочка Я пообещала, что куда-то непременно в костюм ее засуну Килограмм восемь весит Мулыжничек И дальше, а вот тут у тебя Меня к земле притягивает Затем я пела на лестнице Times Square, известная красная лестница Это, конечно, мечта всех артистов мюзикла Спеть прямо там, в центре Бродвее И я думаю, что самое главное для меня, как для творческой единицы Потому что мы все очень суеверные На одном из спектаклей, а именно на Систер Экт Меня завели за кулисы, познакомились с девочкой Которая в бродвейской версии исполняла роль русалочки Она мне там рассказала какие-то секреты Но открою вам тайну, что за ведущим взглядом посмотрела на меня Когда я сказала, что мы будем летать Потому что имитируя движение в воде, мы летаем А в бродвейской версии они ездили на роликовых коньках И у меня, наконец, крова зависти Просочилась в ее взгляде И самое главное, конечно, я зашла за кулисы и потрогала сцену Я думаю, что это самое важное для меня во всей поездке Ну, Жень, какие-то у тебя эмоции Я, к сожалению, в Нью-Йорке не был Я вижу у тебя грустные глаза Да, грустные глаза и грызу ногти Но Алана Менкена я встретил на премьере Он пожал руку и поздравил нас с премьерой Я был в Голландии этим летом и смотрел шоу Хочу сказать, что наше шоу ничуть не уступает голландской постановке Даже лучшее Да, скромно скажем лучше Что касается репетиционного процесса Репетиции продолжали в течение двух месяцев В рекордные сроки За три дня мы разучили музыкальный материал У нас был небольшой застольный период И мы вышли на площадку уже с подготовленным музыкальным материалом И начали все втаптывать в ноги Это было интересно Сразу же режиссер надел на меня каблучки И сказал, привыкай, Женька Это непросто И действительно, это непросто Но это придает какую-то осанку Какую-то другую Создает какой-то образ, характерность Вот Этот проект был особенным Особенно в репетиции Потому что мы перешли на новую площадку И в то время, когда у нас продолжались репетиции В этот момент заканчивался ремонт в театре То есть все ожидали И зрителя, и нас И всю команду постановочную И ремонтные работы, когда закончатся В общем, так мы друг друга рады Ну, комфортно вот на новой площадке Комфортно тебе было летать? Летать? Сейчас уже да Поначалу, когда были первые репетиции Я могу сказать, что я очень нервничала Потому что, казалось бы, так просто Ну, стой себе и делай волны телом А в воздухе ты теряешь контроль над своими мышцами и телом И у меня ощущение было, что я двигаюсь как деревяшка какая-то А при этом еще нужно петь Сейчас, конечно, я чувствую уже себя в этом совершенно комфортно Не знаю, я за кулису смотрю и восхищаюсь Полетными сценами Давайте, когда сейчас я попрошу человека, который находится за кадром Вот показать нам по возможности кусочек Котов ли он Я знаю, что же такое огонь Я все горю, я ведь давно В сердце даю желание одно Чтобы войти было дано Не в этот мир Друзья, я надеюсь, вы в полной мере насладились, как Наталья Быстрова делает это О чем я и говорил Она не только летает, но еще в это время поет Играет драматические сцены Это, поверьте, не так просто А правда, что с дельфинами Правда? Да, у меня были синхронные заплывы с дельфинами Для того, чтобы... Хорошая профессия Слушайте, я где-то не там Замечательный проект Мне столько, как бы, еще до начала До премьеры уже столько всего хорошего у меня случилось Действительно У меня были тренировки с дельфинами Для того, чтобы понять принцип их движения Потому что наш постановщик полетов Наш пол Он говорил, что понаблюдайте за рыбами Чтобы вот правдоподобнее двигаться Если вы посмотрите на рыб У них все-таки вот хвосты вот так вот двигаются Только у дельфинов Они двигаются по тому принципу, который просили от нас Только у дельфинов и у русалочек Да, да Ну и у Наташи теперь еще В общем, нелегко пришлось тебе Но, ты знаешь, я хочу тебе еще прочитать один вопрос Вот по поводу такой непростой сцены Андрея интересуется Одна из самых запоминающихся сцен в мюзикле Это тот самый комичный момент Когда Риэль учится вставать на ноги Было очень тревожно наблюдать Затем, сколько раз Наташа падает на ноги И отбивает колени Надеюсь, каждый раз эта сцена обходится без ушибов и синяков Вот так вот И какой момент, разумеется, кроме главной песни Поцелуй у вас самый любимый Как у Наташи, так и у Жени Давай сначала, Наташа, про колени Мы не можем наблюдать, к сожалению, джинсы пришла Вы знаете Я даже не знаю, как сказать Хочется, чтобы это все было правдоподобно, но менее травматично Я стараюсь У меня синяков становится меньше Но все-таки остается Мои любимые моменты в спектакле Это, конечно же, моя заглавная песня Когда я летаю, потому что это самый сложный момент Еще любимый момент, это когда я спасаю принца И, да Спасаю его практически чуть ли не поцеловав И потом пою маленький кусочек песни Потому что он невероятно сложный И Любимый момент, это, наверное, еще в лодке, когда мы катаемся Да У меня нет ни одного слова в этой сцене, но я ее обожаю И, наверное, квартет, пожалуй, самая любимая сцена Дорогие друзья, любимый момент Натальи Мы вот сейчас совсем скоро посмотрим Я вот так подмигиваю оператору нашему Жень, у тебя Мой Я присоединяюсь к словам Наташи Понятно И плюс Еще мой любимый номер «На шаг ближе» Где я обучаю танцам Ариэль Говорю, что не обязательно изъясняться словами Можно это делать все и с помощью движений И в процессе этого номера понимаю, что Этот человек мне близок по духу И что я уже его люблю А можно я сделаю, Женя, небольшой комплимент? Давай Так случилось, что у нас был небольшой перерыв Мы не совпадали Спектакли по графикам И успели так, на сцене по-партнерски друг по другу соскучиться У нас был буквально пару дней такой спектакль Когда этот номер был настолько Я вышла после сцены, я подошла и говорю Женька, господи, как я кайфанула Спасибо тебе большое Это было так здорово Потому что еще раз убеждаешься, что Вот вроде как бы все важно Танец, вокал, все Но в этот момент было так неважно Было такое общение Была история Это было так потрясающе Спасибо тебе еще раз большое Вот за этот момент вообще И еще у нас есть любимый момент Это поклоны Друзья Ну что, посмотрим на эту чудесную ночь Посмотрим, наверное, отрывок, да, небольшой Постой, пробей По лагу никого Девушка, мы с тобой На маленькой лодке Но она молчит И начать говорить поможет поцелуй Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Мы не что-то Тебе поют, а то, что нужен поцелуй Ша-ла-ла-ла-ла, мир поет, что вот уже вот твой Случится поцелуй Случится поцелуй Смелее поцелуй Скорее поцелуй Скорее поцелуй Друзья, мы только что посмотрели еще один замечательный момент из мюзикла Русалочка На сегодня все, что касается видео Поэтому, друзья, остаются только ваши вопросы Кстати, не останавливайтесь на достигнутые, мы продолжайте задавать их Потому что я постараюсь сейчас максимально нажать на ребят И чтобы они пока на все 50 вопросов не ответят, не выйдут из студии Я шучу, конечно На самом деле, просто все остальное вы, естественно, увидите в зале Друзья, вы сейчас так вот прям вот с любовью на друг друга смотрели Я имею в виду вот именно как вот партнеры по мюзиклу Поэтому зачитаю вам вопрос от Кареночки, которая пишет Наталья и Евгения, большое спасибо вам за вашу великолепную игру, за ваш восхитительный дуэт Это что-то неописуемо Знали ли вы друг друга до мюзикла «Звуки музыки»? И помогает ли вам играть любовь на сцене то, что вы из одного города? Спасибо за добрые слова Мы раскроем сейчас все секреты Мы на самом деле знали друг друга до этого проекта До этого был проект «Звуки музыки» Но мы из одного города, из Екатеринбурга, из столицы Урала Мало того, что землякищи, из одного института И учились примерно в одно и то же время Поэтому у нас очень много общего Поэтому действительно вот эти отношения на сцене теплые Такие братско-сестринские Они нам, конечно, помогают Потому что самое сложное на сцене Вот меня учили мои мастера Это сыграть дружбу и любовь Потому что сцена – это как увеличительное стекло Потому что если есть какой-то конфликт или нехорошие какие-то моменты в отношениях Зритель это увидит невооруженным глазом Это почему-то вылезает наружу Поэтому очень важно, когда играешь любовь или дружбу Что были хорошие человеческие отношения И то, что мы земляки И наши общие друзья за нас радуются, наши педагоги Конечно, нам как-то помогает И мне кажется, что залог успеха Актерский залог успеха – это любить своих партнеров И отдаваться полностью Сейчас неоднозначно поймут тебя явление Нет, нет, нет Только уважительно и относиться к партнерам Любовь, знаете, как партнерская проявляется Там не в мыслях и снах друг к другу А когда ты приходишь на работу И твой партнер, или, например, наоборот, говорит Ой, как хорошо ты сегодня, как я там соскучился Или наоборот Вот то, что произошло нас пару дней назад Вот на спектакле Когда ну настолько такое счастье было А бывали ситуации, когда вот Ну несовпадения с партнерами? Бывали ситуации? Можете даже не говорить, где это было Ну просто вот мне интересно Не совпадение с партнером? Да Или какие-то моменты, которые выбивают тебя? Ну именно вот с партнером Должны играть вместе, да? Когда не устраивает? Да, но партнер не очень устраивает Вот не так любовно ты смотришь на него, как на Наталью Просто я боюсь, если я сейчас что-то скажу лишнее Наташа, мне потом бац-бац и все А нам еще спектакль То есть она тебя держит в живых рукавицах Да нет, мне кажется, что нужно в любом случае В каком бы состоянии ни был партнер Максимально брать от него информацию Воспринимать такой он есть Может быть, если я немножко недодам на сцене То подожмет Наташа Или наоборот это может произойти Конечно такое бывает Но опять же, как учили мастера С одними партнерами ты должен все время быть на Как бы на вооружении И все равно, да, там Где-то можешь выйти на сцену Где-то как-то прикрыть Все равно делать там свое Подкладывать что-то, нечто другое Играя любовь, если там не очень хорошие отношения с этим партнером Думать о другом человеке А с другими партнерами приходишь И даже если у тебя нет никаких сил и энергии Ведь что такое партнерство? Это взаимный обмен энергии Ты можешь прийти уставший Но тебе партнер дал энергии И ты ему возвращаешь И у вас бесконечно вот такой идет пинг-понг И это заряжает друг друга И действительно с одними приходится как-то больше Нести мешок, да А с другими просто в удовольствие Друзья, я продолжаю читать вопросы Семья Ильиных подключается к нашей с вами беседе И пишет следующее Смотрели всей семьей Спасибо, что кунули на смерть детства Думаю, что еще обязательно сходим Еще раз посмотреть на эту сказку А вопрос такой, почему Несмотря на огромный талант людей, играющих в мюзиклах Их так редко можно увидеть на телевидении И нужно ли вам всеобщее внимание? Ой, это, знаете, извечный больной вопрос К сожалению, но Я думаю, что у каждого актера есть свои здоровые амбиции А по поводу кино Ну, в нашем случае у нас большая занятость Мы, конечно, максимально стараемся Попасть в какие-то проекты Иногда не получается в силу того, что нет времени Иногда просто не получается Но лично про себя хочу сказать Что для меня кино Это тоже очень интересный жанр Я максимально стараюсь сейчас в нем себя проявить Вот, и попробовать себя в этом русле, в этом жанре Я тоже закончила Женя закончила факультет музыкального театра Я закончила как драматическая актриса драмтеатра и кино И у меня случилась одна из главных ролей в кино В сериале В сорокосерийном Я жду, уже год жду выхода его на эфир Не только я Пол Москвы и весь Екатеринбург Ну, вот я жду, когда это случится И кино для меня очень интересно Я с удовольствием бы снялась в каком-то Или музыкальном кино Это вообще для меня мечта Или в историческом Что-то вот с кринолинами, костюмированными Или про войну Или вообще какой-то деревенской Нет, подожди, это мои мечты Нет, Жень, подожди Мы с тобой договаривались, что этот вопрос будет моим Что про костюмы-то я шучу Я выступаю Но, понимаете, еще есть такой момент Что вот мой типаж сейчас, например, в кино Но не так востребован Сейчас другие времена Сейчас лирические А может это какие востребованные? Если твой не востребованный? Лирические героини уже Ну, это не та эпоха Вот поэтому историческое Возможно, я буду еще как-то востребован Сейчас нужны социальные героини Сексуально-агрессивные Которые уже такие бывалые Которые такие вот прибивные Ну, немножко другое Я могу это сыграть Я могу в этом поковыряться Ну, как бы, да, у себя где-то это повытаскивать Но когда я прихожу на кастинг И первое, что меня видит Это вот такую романтичную натуру Мягкую девушку весну И, конечно, это в кино сейчас не так нужно Хотя я бы с огромным удовольствием И я открыта к предложениям И мечтаю сняться в кино У нас волшебная камера вот эта вот Поэтому, знаете, когда туда говоришь О чем ты мечтаешь Я верю, Слава, заметьте нас В следующий раз, когда вы к нам придете Я вам обещаю, что Наташа и ты, Женя Уже будете рассказывать о своих ролях Ну, что ж, двигаемся дальше У нас Олег Игоревич спрашивает Наталья и Евгений Добрый день, как вы думаете? Наши российские мюзиклы уже доросли До того, чтобы действительно называться мюзиклами Или еще есть к чему учиться И куда расти? Расти всегда есть к чему и куда стремиться Но я считаю, что российский мюзикл Сейчас находится на очень высоких позициях Это вот мое искреннее мнение Мне нравится, что ты во множественном числе сказал То есть не выделил как бы вот вас только Ну, мюзикл «Русалочка» Потому что, помимо этого горячо любимого проекта У меня есть еще мой любимый театр Театр музыкальной комедии В котором я проработал В котором я прожил 6 с лишним лет В Екатеринбурге В Екатеринбурге В моем любимом городе Поэтому я так говорю И там огромное количество замечательных спектаклей Это один из самых золотомасочных музыкальных театров Там главный режиссер Он же мастер моего курса Кирилл Саверий Стрижнев Дал мне уникальную возможность Поработать в этом театре И пригласил меня на спектакли И все завертелось, закружилось Поэтому я так говорю Я могу сказать, что, конечно, мюзикл прогрессирует Сколько бы ни говорили Что, ой, тернистый путь к сердцам людей 12 лет, мы считаем, как бы С официального открытия мюзикла «Метро» Мы считаем, как бы Вот он шагнул мюзикл на российскую сцену 12 лет мы в этом году будем отмечать Я могу сказать, что... В Москве? Да Нет, ну, конечно, были и до этого спектакли Какие-то попытки, предпосылки Ну, вот так, чтобы вот в таком масштабе Вот 12 лет Я могу сказать, что, конечно, это прогрессирует Но учиться еще очень многому надо Потому что я безумно рада тому Что вот у нас есть компания Это, да, наш настоящий интертеймент Которая привозит лучшие мировые хиты Это не эксперименты на русского зрителя Понравится вам или не понравится А это возможность тем людям У которых нет возможности поехать на Бродвей Или на Вест-тенд И посмотреть мировые хиты Познакомиться вот здесь Потому что это абсолютные Те же стандарты Те же лицензии И тот же уровень Только я вам скажу, что режиссеры-постановщики Всегда очень с гордостью отзываются О русских артистах За счет того, что у нас есть драматическая школа И мы работаем гораздо глубже Чем, скажем, слаженные машины там вот на Бродвее И поэтому Это, знаете, как зарубежная литература Нравится тебе, не нравится Это второй вопрос Но пока ты ее не прочитаешь Ты не можешь называть себя образованным человеком Поэтому Это уникальная возможность Что есть возможность У людей, у которых нет возможности выехать Посмотреть Всем людям, которым нравится этим заниматься Посмотреть, как это надо делать У артистов, которые хотят этим заниматься Возможность получить этот колоссальный опыт Вот эти два месяца до премьеры Такой сокращенный курс Академии мюзиклов Который у нас в России нет У нас все артисты самоучки Где-то кто-то когда-то учился музыке Где-то кто-то там танцев А вот такого синтеза нет Есть и профессиональные артисты Есть, актеры музыкального театра Есть, Жень И перед тобой уже сидит Да Это гордость Нет, в нашем проекте есть такие люди На самом деле Наташа, ну ты сейчас сказала про тех, кто Не может приехать и посмотреть мюзикл Да, но из Твери Вот какой вопрос Здравствуйте, очень хочу попасть на спектакль Но нет возможности сделать это в ближайшее время Как долго вы еще будете выступать с Русалочкой И сколько у вас составов Задаю этот вопрос Потому что хочу попасть именно на Наташеньку Быстрову Вот так вот Спасибо, мне очень приятно Самый верный ответ в этой ситуации Наверное сказать Настолько долго наш спектакль будет жить Насколько будет это интересно зрителям Никогда невозможно это предсказать Потому что самый главный все-таки театр Это зритель Это даже не артист, не режиссер Все зависит от них Но мы рассчитываем Зная ситуацию о продаже билета в данный момент Мы очень гордо поднятым лицом и носом ходим Потому что надеемся, что все будет хорошо И проект будет очень долго идти Мы не можем выезжать в другие города Потому что нет хороших площадок Которые могли бы надолго дать нам свою площадку И технически разместиться Это же звук встроенный Это декорации И это огромное количество людей Не только которые на сцене Но из-за сцены Это костюмир Поэтому это очень накладно И к сожалению в нашей стране сфера туризма Так плохо развита Не как там в Европе Брэдвей Что людям тяжело Дорого на самолете прилететь А на поезде Даже вот с нашего Екатеринбурга Нашим землякам 29 часов Ради искусства Мне кажется Некоторые на такое идут А вот если бы Какая-нибудь программа Вот туристическая например Что приезжайте в Москву Покажем достопримечательности И одной из достопримечательностей Будет экскурсия В бывший кинотеатр Пушкинский Которому ныне вернули Историческое название Театр России Где с успехом идет Музикл Русалочка Ты такой маркетолог Хороший В Наталии заговорил Друзья Давайте немножко почитаю С прямого эфира 8 минут у нас осталось Я не понимаю Куда бежит время Поэтому ускоряемся Вопрос к Евгению Что для вас важнее Карьера или любовь Если бы пришлось выбирать Что бы вы выбрали Для меня на самом деле Очень важны Две эти составляющих Я не представляю себя Без своего любимого дела И без любимого человека рядом И я стараюсь У меня это Я думаю получается Совместить Две Вот эти Стези Два вот этих фактора Еще один вопрос Мне кажется Ответ на него Мы все уже знаем Наталья Есть ли у вас Любимый партнер на сцене Тяжело ли каждый раз Играть в любовь С разными партнерами И как вы считаете Может ли игра в любовь Перерасти в серьезные отношения Почему такие Атеры влюбчивые Знаете Для нас важно Действительно Находить в состоянии Влюбленности У меня есть Любимые партнеры Есть самый любимый партнер С которым у меня Сначала были Очень сложные отношения А затем Личностные отношения Сошли Отрицательные Личностные отношения Сошли на нет После того как С этим талантливым человеком Я стала Работать вместе На сцене И вот да Эти Игра в любовь Переросла Во что-то большее Поэтому фамилия Имя отчества Называй Я шучу На самом деле Просто Наташа Так прям Как будто бы Я серьезно Я не очень люблю На эти темы говорить Да ты что Я Нет Это все было сказано С юмором Хотя вопрос Замужем Ты как должен выглядеть Твой спутник И вот все Из этой оперы Их очень много Просто пока Пока мы до них не дошли Жень К тебе вопрос Как тебя занесло В творческую профессию Ведь она ужасно Нестабильная Сегодня есть тролли А завтра нет А вы же мужчины И должны содержать семью Не просто Скажу вам так У меня дома Ни одного Сантехника нет У меня творческая семья И родители Шести лет Привели меня В ансамбль Чудетства В Нижнем Тагиле Потом мы перебрались В Екатеринбург Где я занимался В вокально-инструментальных Ансамблях В хоре Робертина В Ви Аленушка Потом у меня была Небольшая Сольная карьера После этого Я был в театральном Кружке И мне мой педагог Владимир Савинов Посоветовал Поступать на музыкомедию Я поступил В театральный институт И после этого На втором курсе Меня пригласили В театр музыкальной комедии Уже На роль Ромы В спектакле Храни меня, любимая Ни дня без творчества Я тебя, кстати, видела По телевизору Когда ты был маленький Я тоже была маленькая Я видела тебя У нас есть такая передача С плюсом Я тебя видела С этого и началась Моя творческая карьера Ой, слушайте Я на самом деле Хочу останавливаться На каждом вопросе Задавать 50 дополнительных Но, друзья Мы вот Пять минут Дмитрий спрашивает Наташа В передаче Посвященной премьере Русалочки Екатерина Стрижина Сказала, что Когда впервые вас увидела Сразу поняла Что вы будете символизировать Жанр музикла в России И все критики Отмечают ваше мастерство Что вы чувствуете Когда слышите эти слова От уважаемых людей Ой, большое спасибо За вопрос Для меня это очень важно Потому что в профессии Много и завистников И злопыхателей И когда Вот такие люди именитые И русские Не только русские Вот я в Нью-Йорке была И Алан Менкен И сэр Тим Райс И президент компании Робертон Хаммерстайн Это Главный Главный человек Среди совета Попечительского Не попечительского Совета, который решает Кому давать Тони Уорс Они, конечно, делают Какие-то комплименты И какие-то вещи Говорят, что это Дадут или не дадут Тони? Да Ай, не знаю В общем, конечно, это приятно Это стимулирует к работе И лишний раз убеждаешься Блин, иду по верному пути Не буду сдаваться Ни перед какими трудностями На своем пути К Евгению вопрос Вопрос очень забавный Евгения, вам не обидно, что принца В спектакле запоминают реже, чем краба По крайней мере, моя дочь и племянница После спектакля запомнили только заводного Себастьяна Вот про принца вспомнили только после моей подсказки Я хочу сказать по этому поводу, что у дочки очень хороший вкус Потому что я сам невольно и непроизвольно пою песни краба Прихожу домой и думаю Это хитовая музыка Алана Менкина Она просто не оставляет никого в покое Даже меня Да не обидно, конечно Почему должно быть обидно? Значит, у нас замечательный краб в спектакле Ведь все равно с Натальей вы сидите в лодке, а не краб Я вас понимаю С замечательной Наташкой Идеально пишет, что Евгения, Наталья, вы прекрасная пара на сцене Настоящий тандем Несколько вопросов По поводу кастинга То есть вы А, Евгений, вы как и Наталья проходили жесткий кастинг Поделитесь эмоциями И вопрос для двоих Часто ли удается побывать на ровне? На самом деле кастинг мы проходили на всеобщих условиях То есть Каждый раз Да, каждый раз это происходит Новая постановка, новые иностранцы И в звуке музыки я пробовался И также в этот проект было Я не помню сколько там Три тысячи человек Этот проект был особенно сложный Потому что помимо иностранцев Еще 12 человек Представители голливудского Диснея были И они свои условия и требования выдвигали Поэтому когда мы приходили на кастинг Мне кажется Вот огромное количество Кастингующихся было ребят И такое же количество людей Которые были Вот в отборочном Там, да, комиссии жире Это действительно было Поблажек для нас нет Мы максимально Совершенно Показываемся как умеем Короче говоря, как в первой И это на самом деле Каждый раз сложнее и страшнее Приходить на кастинг По крайней мере мне Вот у меня самый легкий кастинг Был на Мамма Мия Потому что я приехала из Екатеринбурга Мне нечего было терять Я пришла с студенческим энтузиазмом Авантюризмом И прошла Но это очень хорошее качество На самом деле в нашей профессии Вот этот легкость и кураж Так вот как это вернуть сейчас? Сейчас это сложнее Приходя на тебе какая-то ответственность Думаешь, так, главное нельзя сделать Хуже, чем ты можешь Хуже, чем ты можешь И вот эта ответственность Она так давлеет И это вот очень мешает Но атмосфера была В любом случае была Очень хорошая атмосфера Стараться максимально Уделить внимание актеру Заметить в нем что-то И если у тебя есть Талант Тебя, конечно, не пропустят Опять было очень много звезд Было очень много звезд И они не прошли И у нас даже Было несколько Это, наверное, нельзя говорить Нет, не будем говорить Как интересно просто Нет, ни в коем случае Не думайте, что это Каким-то образом Подвергается мнению их талант Ни в коем случае Просто есть критерии Под которые Ну, возможно, человек не очень подошел Ну да, есть типажность Но это ни в коем случае Не говорит о том, что они Менее талантливые Или что-то Нет Но Нам, конечно, приятно Что мы прошли Правда? Но у нас был докастинг И опять ездили по городам России Искали ребят То есть это говорит о том Что вот эта команда Которые набирали И эти 12 человек Представители Диснея Компании Они очень скрупулезно искали Очень вот прям Ковыряли Прям смотрели И даже когда у нас был Последний тур Я помню Уже было примерно Два-три человека На составы И нас вот Парами пробовали Кого с кем Как вот Какие сцены сделать Ой, друзья В общем, наше время Подошло к концу Но я вас не выпущу Еще несколько вопросов Потому что мы с вами Ну, совсем какие-то Передовики Пока не тянем В общем Наташа Не могу найти Вопрос этот По поводу Мама Мира Ты уже сказала Кто-то спрашивал Что будешь ли ты Участвовать Что-то вот Из этого Разряда Мы с тобой обсуждали За эфиром Поэтому я даже Не могу точно Сформулировать Да, 27 октября Состоится премьера Мюзикла Мама Мия На который я иду В числе гостей По красной дорожке Потому что В принципе Мое участие Я на кастинг Даже не ходила Потому что Ну, просто не могла бы Физически себе позволить И там, и там Репетиционный период Но Я с удовольствием Сыграла бы Может быть Один или два раза Этот спектакль И если мне предложат Предложат Я надеюсь Что такое будет То я думаю Что это будет Приятным сюрпризом И для меня И для всех поклонников Этого жанра И этого спектакля Конечно же Не исключая Такую возможность От Светланы Вопрос Зачитываю Сразу к вам двоим Как можно стать Звездой мюзикла Попасть на заветную сцену Каких трудов Вам стоило стать Лучшими Из лучших в этом жанре И это Наверное Минут на 30 Ответ Мне кажется так Как попасть Вот я Я не скажу Какой это секрет Мне кажется Во-первых Нужно всегда мечтать Если у тебя есть мечта То ты обязательно Этого добьешься Во-вторых Это вообще В нашей профессии Это дело случая То есть Как сойдутся звезды Мне Мне везет Мне просто везет Это правда Очень важный случай Но я вам скажу Вот мой педагог По речи всегда училась Что мало мечтать Мало Нет Работать Безусловно Это огромная работа Не думайте Что ваш Счастливый случай Случится завтра Это случится сегодня И к этому Поворотному событию Вы должны быть готовы Поэтому каждый день Не щадя себя Если вы выбрали свой путь Например Вот я хочу быть актрисой Мюзикла Вы должны петь Вы должны танцевать Вы должны играть Вы не должны себе говорить Ой, ну тут я не умею Но это может и не понадобиться Все Я даже цветы искусственные учитываю Мне все пригождается сейчас За этим стоит большая работа И я убедилась в объективности Послушайте Я приехала девочка из Екатеринбурга Студентка Из Екатеринбурга Меня никто здесь не знал У меня нет ни родней Никаких людей Которые могли бы там влиятельных Как-то поспособствовать Меня куда-то продвинуть Я приехала И группа Абы Меня отобрали Наша компания Сочи Энтертеймент Там не решают русские Потому что возможно Если были бы русские Там русская компания Наверное там были бы Заинтересованы в звездах русских Еще как-то Все решают иностранцы Которые каждый новый проект Приезжает новая команда Если вы действительно что-то Как бы Если у вас какой-то уровень Что-то умеете Просто приезжайте И показывайтесь И таких примеров миллион У нас очень много ребят Талантливых Которые просто приехали По объявлению И я одна из них Слушайте Я думала Таких историй не бывает Бывает Сейчас смотрю на вас А почему ты так лукаво улыбаешься? Нет, не лукаво Бывает Я так же приехал Ну что ж, друзья Последний вопрос Насколько для вас Цена наша Россия Наша Родина Уедете ли вы за границу Если будет такая возможность Ну сейчас посмотрим Ваши чувства патриотические Я очень люблю Европу Я бы С удовольствием А ты родилась, да, по-моему В Праге У меня папа военный Поэтому Я бы с удовольствием Где-нибудь на старости лет А когда уже дети будут взрослые У них будет своя жизнь Дети, внуки Я бы купила квартирку, домик И уехала бы Поправочка, что на старости Да Не сейчас Нет, сейчас Что вы Я хочу Я хочу работать Я хочу чувствовать себя счастливой Я, знаете Абсолютно не согласна с тем мнением Когда говорят Семья и профессия актерская Несовместивы У меня есть прекрасные примеры Катя Гусева Нона Гришаева Ира Линд Это те актрисы Которые невероятно востребованы Там и в кино И да Где-то на сцене И при этом Прекрасные матери Которые видят Своих детей каждый день Я лишний раз убеждаю Что это можно совмещать И вот, наверное, для меня Вот это Вот для меня это счастье Быть матерью Быть женой Иметь благополучную семью И при этом быть востребованной И позволять себе Такую роскошь Как выбирать проекты Ну что, Евгений Я скажу быстро про себя Что я уже пробовал Жить в другой стране И Где? В Израиле Вот, я также был в Штатах Но Я считаю, что на данный момент Мне очень хочется быть здесь И заниматься своим любимым делом И пока меня не тянет Только если стажироваться Только если путешествовать Только вот И только на старости лет Рядышком купишь домик Жизнь покажет Будем соседствовать Давать концерты Пойдем, споем Как мы были Русланской Греции Друзья, я думаю, что вы сейчас успокоили Ну не знаю Наверное, 99% своих поклонников Которые, затаив дыхание Ждали ответа на этот вопрос А вдруг сейчас быстро Как скажет Да, хочу уехать Зарубеж Те, кто не успеют Русалочку посмотреть Сейчас У вас есть возможность До лета старости Приехать куда-нибудь В Амстердам Мы с Женькой Вам устроим концерт Да? Друзья Спасибо вам огромное Слушайте Какой-то вы дали Абсолютно правильный И точный настрой Который должен быть В пятницу Вечером По крайней мере У людей Которые с 9 до 6 Работают Коим отношусь и я Какие-то пожелания Ты так сейчас Грустно на меня посмотрел Потому что все заканчивается Хочу еще с вами поговорить Какие-то пожелания Тем, кто сейчас Задавал свои вопросы Кто за кадром Задавал свои вопросы Точнее До эфира Я хочу еще раз повториться И хочу сказать Нашим дорогим телезрителям Мечтайте Мечтайте И все будет хорошо И не забывайте улыбаться Постоянно Улыбаться жизни Будьте открытыми И мир будет открыт для вас Четко знаете Чего вы хотите Идите к своей цели Верьте в свою мечту Верьте в свои силы Это главное Потому что не забывайте Что мы эксплуатируем Только треть своих способностей Не жалейте себя Не ленитесь И сейчас осенью Вот в такой Депрессивную погоду Я желаю вам Хорошего настроения Улыбок Тепла в душе Ну и конечно же Приходите на спектакль Ждем Зарядили Как экстрасенсы Друзья Наталья Быстрова Евгений Зайцев Потрясающая пара На сцене правда Только Хотя и в жизни Тоже было бы Ничего Спасибо Это мои уже личные домыслы Спасибо друзья Что смотрели нас Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...